Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и Легенда Ивы. Сезон первый, серия десятая. Это он? Пеплом углей подернулись. На стене колышется тень моего собеседника. Масамоне сделал паузу. Было непонятно, собирается ли он с мыслями, либо размышляет, не откажется ли мы в последний момент от затеи, узнав план. Внимательно следя за ее реакцией, Ронин проговорил. Когда Года увидит тебя, не станет рисковать потерять вновь, пойдет следом. Тебе надо будет увезти его за собой с оживленных улиц, желательно в тихое, безлюдное место. Девушка не выглядела напуганной. На смену остаткам меланхолии и усталости пришли собранность и готовность к действию. Китсоне кивнула. Мне известно такое место. Уверена? Да, я там пряталась. Но он ведь не знает точно, что я это я. Идти следом за незнакомкой, просто похожей по описанию, странно. Такума, сильный Йокай, поймет, что ты лисица. А? Вдруг он сразу кинется. Убьет, как только увидит. Если стражник решит зарубить кого-то посреди города, его самого за это могут убить. Они не стремятся к смерти. Помимо этого, по его словам, ты свидетель. Ему не нужен шум. Заметив тень сомнения в глазах Мэй, он добавил. В любом случае, я все время буду держаться рядом и смогу вмешаться в любой момент. Она задумчиво передвигала предметы, по привычке пытаясь составить красивую и правильную композицию на столе. Уложив холщовые мешочки с травами во что-то напоминающее цветок, Китсуне поинтересовалась. Где мы будем его ловить? Спустя два дня Масамана и Мэй пришли на небольшой рынок. В руках девушка несла плетеную корзину. Пошли за покупками. Со всех сторон доносились голоса на перебой предлагающие товары. Ямс, просас юга, островной имбирь. Госпожа, костяные, деревянные гребни, лазуриты. Тут же рядом готовили моти и ароматные каштаны. Шелк, только у меня такие цвета, взгляните. Дешево. Сухощавый мужчина в стороне чинно демонстрировал свой ассортимент. Гордость северной провинции, лучшие оружия и доспехи. Торг шел бойко. Тот, кто скрывался под личиной таком и года, был зол. Его раздражал город, в котором затерялась проклятая леса. Ему надоели тупые мемли-стражники, которыми он командовал и которые никак не могли ее отыскать. Его приводил в бешенство рынок, воняющий рыбой, лошадьми и нищими, на который он регулярно наведывался, вынужденно имитируя жизнь человека. Но по-настоящему он ненавидел тело, в котором жил последнее время. Йокай остановился у очередного прилавка, скрывая отвращение, купил копченого угря и маринованного судака. Мэй указала Масамуны на вооруженного человека. Он идет. Отлично, начали. Ронин отошел к лоточнику с украшениями для волос, сделав вид, что заинтересовался. Господин, прекрасные канзаси из бронзы, меди, есть даже позолоченные, любая таким будет рада. Нас уронены тоже шикарные волосы. Интересно, для мужчин существовали какие-то украшения? Китсуне приступила к своей части плана. Давай, Мэй, не древь. Года развернулся, едва не столкнувшись с хорошо одетой девушкой. Та окинула его ледяным взглядом, досадливо заметила. Осторожнее, господин. Потом безразлично скользнула глазами по прилавку и, не заинтересовавшись угрем, спокойно пошла дальше. В следующее мгновение Юкай понял. Ты... лиса... Выбралась из норы, в которой пряталась, наконец. Еда закончилась, зверина. Безмозглая гейша. Явилась на ближайшей городской страже рынок. Сама нашлась. Купив чай у старушки лоточницы, девушка направилась прочь. Так ума за ней. Юкай точно знал, что лисица совсем неопытна. Рассчитывал легко справиться. Он уже предвкушал ее страх. Холодный аппетитный пот, выступающий от боли. Человека, покинувшего рынок следом, года не заметил. Мэй не спешила. Один раз совершенно невозмутимым лицом миновала патрульных стражников. Те даже не посмотрели в ее сторону. Сворачивая на очередную улицу, глянула за спину в маленькое зеркальце. Так ума не отставал. Ну скажите, ну, выглядит как девушка, конкретно. Но и не пытался напасть. Кругом были прохожие. Спокойно, только спокойно, без паники и превращений. Масамуна рядом, все идет как надо. Последний поворот. Улизнула. На улице никого не было. Лишь еле заметная тропинка, огибая густой кустарник, уводила в заброшенный сад. Йокай ускорил шаг. Впереди вновь показалась Кицунэ. Она обернулась. Заметила. Резко свернув с тропы, побежала. Года кинулся на перерез. На вынырнувшую из-за деревьев тень он отреагировал инстинктивно. Поджал ноги, упал. Над головой тускло сверкнул клинок. Кувыркнулся. Вскочил, вырывая из ножен свой меч. Ты еще кто? Бывший самурай гордо произнес. Мое имя Масамуны Араи. Я пришел тебя убить. Укрывшись за деревом и держа на готове корзинку с приготовленным сюрпризом для Они, Мэй наблюдала за происходящим. Ронин и стражник обменялись ударами. Оба испытывали противника. Медленно ступая, закружили, не спуская друг с друга глаз. Года прыгнул вперед, первым делая выпад. Масамуны направил катану снизу вверх, тут же смещаясь. Острие коснулось такому и ниже подмышки. Под доспехом выступила кровь. Легкое ранение только добавило свирепости. По старому саду снова раскатился звон оружия. Китсуне сконцентрировалась на себе, на своем желании. Года рубанул крест-накрест, меч пронесся в ладони от шеи Ронина. Кони метнулась тень птицы и... Растаяла, развеялась, как дым под порывом ветра. Моя магия на него не действует? Масамуны почти достал врага, но в последний момент тот сумел уклониться. Сейчас же соберись! Девушка, пристально глядя на Юкая, как учил Дзюнин, представила себе образ. Так, опускающийся меч. На этот раз Они не хватило времени, чтобы отреагировать на волшебство Китсуне. Поддавшись иллюзии, он поверил, что Масамуна ошибся, пренебрегая защитой, совершил ненужный удар. Чувствуя победу, Такума замахнулся для смертельной атаки. Лисица смогла обмануть его. Клинок, который должен был быть внизу, почему-то резанул его сверху по руке. Ненавистная, слабая человеческая плоть отозвалась болью. Мало того, он начал уставать. Отскочил дальше, заозирался, увидел ее. Что-то шло не так, мешало. Такуме приходилось тянуть из себя все магические силы. Воин, защищавший Лисицу, теснил противника, навязывал свой ход боя. Йокай колдовал. Дважды в воздухе появлялось нечто похожее на ком пепла, но оба раза распадалось без видимого результата. Масамуна атаковал резво, не давая передышки и не позволяя концентрироваться. Года качнулся, хитро сбивая шаг и меняя направление движения, приблизился к Кицуне. Тело становилось неповоротливым. Рывок? Он рядом. Так. Вас атаковать иллюзией? Легкое головокружение, поднятая рука, лихорадочная попытка придумать, как отвести Они взгляд. Мэй видела, что не успевает. Росчерк стали. В следующий миг она уже была за спиной Масамуны, заставляющего Йокая пятиться. Рррр. Он зарычал в бессильной злобе и в этот момент Араи ударил вновь. Меч двигался к груди, описывая широкую дугу. Года отшатнулся. Медленно, слишком медленно. Проклятое тело подвело. Ах. Рука Йокая выпустила рукоять меча, ноги подкосились. Он тяжело привалился спиной к дереву. Нашла себе защитника. Ничего. Ненадолго. Кровь быстро напитывала одежду, густо капала на землю. Ты преследовал меня. Зачем? Девушка пристально смотрела на врага. Вот почему твой прислужник не спешит меня добить. Любопытство. Он закашлялся. На подбородок плеснуло красным. Кхе-кхе-кхе. Никуда не денетесь. Что вам нужно, Атлис? Отвечай. В другой раз. Стражник напрягся. Выхватил скрытый до того короткий нож. Масамуны вскинул оружие, готовое отразить последнюю атаку. Но атаку Мани напал. Перехватив рукоять, он всадил острие себе в грудь. Что? Тело судорожно дернулось, начав заваливаться. И вдруг раздвоилось. Одно упало, ткнувшись носом в траву. Второе осталось стоять. Однако тот, кто остался на ногах, больше не выглядел человеком. Ну здравствуй, новый такума. Выхватив из рук Мэй корзинку, Масамуны швырнул ее в Йокая. Облаком разлетелась легкая взвесь. Смесь сухих листьев сой и семян астролиста. Оседающий порошок, который, по словам Араи, действовал на Они как яд, заставил такому попятиться. Хах. Ронин ударил без замаха, отточенным изящным движением. Клинок катаны рассек воздух, пройдя сквозь Йокая, как через туман. Не встретив сопротивления, Масамуна едва не потерял равновесие. Неестественно, вывернув запястье, увел инерцию удара, меняя его траекторию. Меч задел висевшую у противника на поясе маску, оставляя на ней небольшую выщербину. Существо издало вопль боли, страха и удивления. Не ожидал, да? Рванулась в сторону, Ронин следом. Человеку приходилось петлять, огибая деревья. Йокая несся по прямой, его бесплотное тело лишь чуть мерцало, проходя через старые стволы. Несколько мгновений, и тот, кто только что был такомой года, исчез. Араи остановился, быстрым шагом вернулся к Китсуне. Масамуне, успокаивая дыхание, он коротко сказал. Идем. Мужчина постоянно оборачивался. Йокая, видно, не было. Что случилось? Потом. Когда я рукой успела удариться? Болит. Сразу к дому, где остановились, не пошли. Масамуне долго петлял, убеждаясь, не следует ли кто-то за ними. Войдя в комнату, он вновь вытащил катану из ножен, внимательно оглядел ее, убрал, озадаченно нахмурился. Мэй не торопилась с расспросами, использование магии давало о себе знать. Пряча плохое самочувствие и волнение, она разожгла очаг, заварив чай, подала напиток Ронину. Он принял маленькую чашечку из рук девушки, не забыв поблагодарить легким поклоном. Тыльная сторона мужской ладони была испачкана в крови. Проследив за взглядом девушки, Ронин, будто смутившись, произнес. Прости. Вытащив платок, Араи быстро стер буро-красный след. Это был не Они. Выглядит так же, но другой. Смесь должна была подействовать сильнее? Мог успеть отреагировать и защититься магией. Дело не в том. Они способен становиться человеком на время. Однако это иллюзия. Искусный, почти нераспознаваемый, но лишь морок. Если убить, то не важно, как он в этот момент выглядит. Он не умрет. Года покончил с собой и... Масамуны повернулся к Мэй. Ты видела, что было дальше? Это какой-то дух? Призрак? Мэй. Ей показалось, эти слова заставили Араи еще больше встревожиться. Нечто вселилось в таком угода? То существо словно вышло из тела. Когда то было слишком повреждено, и нельзя было дальше драться. Дух решил снова стать бесплотным, и... Мэй неуверенно докончила. Сбежать? Вероятно. Мужчина кивнул, вновь удивляясь проницательности Мэй. Людское обличие мешало ему колдовать? Нет, он пытался. Под потолком сквозняк шевельнул паутину, слетел вниз, заставив пламя в очаге нервно плясать. Напряженный голос Ронина продолжил. В родном обличье его сложнее убить. Китсуне настойчиво спросила. Ты много знаешь об Они. Можно их с кем-то спутать? Кто способен на подобное? Вселяться в людей, ходить сквозь деревья? Скажи, я вижу, ты понял, с кем мы встретились. Да, я знаю, кто это. Рейки. Она скептически переспросила. Рейки? Самый жуткий из Йокаев? Масамуна, бой был опасным, ты искусный воин. Опять же, травы и моя магия, но... Тот, кто вселился в Года, не похож на предвестника страшных бед. Парабант, наподобие встреченной нами в лесу, уверенно расправились бы с ним. Я тоже удивлен, что нам удалось. Однако других вариантов нет. Есть. Ты плохо знаешь Йокаев. Это Рейки, Мэй. Ты же говорил, они почти не встречаются. В том-то и дело. Ты знаешь о них еще что-то? О Рейки известно немного. Любой дух после смерти получает следующее перерождение. Кто-то в птицу, зверя, нового человека. А кто-то обречен расплачиваться за грехи в Нараке, заслуживая дальнейшее перерождение. Некоторые проклятые души не хотят принимать наказание, и, рискуя быть уничтоженными навсегда, остаются здесь, или даже попав в Нараку, не искупают вину. Продолжая творить зло, они измываются над теми, кто хочет очистить свою душу. Я поняла. Так появляются Они. Да, они не стремятся исчезнуть в никуда. Не рассчитывая на перерождение, после смерти мечтают продолжить существование как призраки. Некоторым удается. Так появляются Рейки, призраки Они. Это словно знать Нараке. Монахи изгоняют привидения и злых духов. Значит, можно изгнать и Рейки? В принципе, да. Но я слышал о том, как Рейки уничтожил чуть ли не весь монастырь. Каждую ночь по монаху. Одним из первым погиб настоятель. Ясно. К слову, случилось это накануне вспышки Оспы на островах. Четверть населения провинции тогда умерла. Везде, где я встречал, говорилось, что Рейки опаснее, чем Они. Их магия сильнее, но этот был не самым сложным соперником. Мэй пошевелила дрова в очаге. Огонь ярче осветил давно нуждавшиеся в ремонте стены. Подляла чая себе и собеседнику. Начала. Масамуны Араи. Не Они, а Рейки охотятся на кицуны. Судя по такуме, да. Ты, в свою очередь, ищешь Они, убившего твоего господина. Получается... Он сделал жест ладонью, останавливая ее. Позвав на север, я обещал тебе помочь с года. Я не откажусь от своих намерений. А вдруг тот, кто тебе нужен, стал призраком или его убили? Черты лица Ронина ожесточились, сделав его строгим и отчужденным. Договаривая, девушка поняла, что ненароком затронула сложную и болезненную тему. Низко поклонившись, она заговорила о другом. Как его теперь найти? Рейки не сможет свободно разгуливать по городу. Ему придется снова вселиться в человека. В кого? Тебе не удастся посмотреть через зеркало на всех жителей города. Им может оказаться кто угодно. Рейки способен вселиться не в каждого. Интересно. Он кинулся прочь, лишь катана задела маску. То, что висело у него на поясе, почему? Каждый они создает такую, когда становится достаточно силен. Зачем? В надежде стать призраком. Именно маска может удержать его дух. В ней сохраняется часть его личины, сути, имя. Не знаю, от чего зависит успех. На всякий случай, убивая Они, я всегда уничтожаю маску, чтобы исключить появление призрака. Ты хотела разрубить ее. Да, только так можно убить Рейки. Обряды монахов лишь изгоняют их в Нараку. Оттуда Юкаи могут вернуться. Маски такие страшные, потому что души злые. Я об этом не думал. Интересное предположение. Некоторые самураи для устрашения врагов делают доспехи с похожими. Сегодня убить не вышло. Если вновь не получится... Получится. И улыбается. Прежде ты убивал только Они. Рейки более опасны. С этим я точно справлюсь, поверь. Ой, опять. Мы должны закончить начатое. Китсуне опасалась, что Араи сочтет ее слова слишком претензиозными, или того хуже, просто смешными и нелепыми. Но все же осмелилась сказать. Масамуне, ты можешь на меня рассчитывать. Я справлюсь и сделаю то, что нужно. Лично я в Мэй вообще не сомневаюсь. Она очень смело себя повела тогда на рынке. Молодец. Понимаю, моя магия слаба. Однако я хочу наказать того, кто убил мою наставницу. Ронин не прерывал и не смотрел на нее со снисхождением, свойственным многим мужчинам. Ободренная девушка продолжила. Можно попробовать заставить Рейки выдать себя. Я все еще приманка. Он знает, я прячусь в городе. Мэй не договорила. А Масамуне покачал головой. Слишком рискованно. Он знает, что нас двое. Эффект неожиданности теперь на его стороне. Что тогда делать? Араи ненадолго задумался. Недалеко от города есть монастырь. Меня там знают. Место надежное. Отвезу тебя туда. Переждешь, отдохнешь какое-то время. Дальше искать Рейки я буду сам. В монастырь... меня... Китсуне? Это добрые монахи. Тем более, они мне должны. Тебя хорошо примут. В случае моей смерти помогут переправиться, куда пожелаешь. Ты так и не сказал, что намерен делать. Нужно время. Надо подумать. Он может затаиться. Рейки вселяются только в тех, чья душа прогнила до самого дна. Редкий разбойник подойдет. Нужен кто-то особенный, например, братоубийца. Отсюда следуют два вывода. Первый. Не стоит скорбеть по такому году. Он не был достойным человеком. Второй. Единицы горожан годятся Рейки для того, чтобы занять их тело. Обратного пути нет. Такой человек обречен. Ты видела, Рейки покидает чужое тело в момент его смерти. Буду узнавать об особо жестоких и подлых убийствах. Присмотрюсь к местным палачам. Хоть что-то. Года пропал. Когда его найдут, стражники будут в бешенстве. Едем сейчас, пока никто его не кинулся. Рейки поменял тело. Теперь он, скорее всего, не может командовать патрулями. Однако быстро навести на труп такому вполне. Подождем какое-то время, пока пройдут облавы по притонам и поймают убийцу. Да, у меня тоже знак вопроса. У такому года был высокий чин. Убийство нужно раскрыть быстро. Казнят невиновного? Нет, это сложно. Допрос, суд. Чтобы начальство успокоилось, найдут умершего нищего, до которого никому нет дела. Скажут, оказал сопротивление и был убит. Никто не станет проверять? Такума поссорился с уважаемыми людьми. Даже если возникнут вопросы, не захотят разбираться. Уверен, власти города предпочтут поскорее забыть обо всей этой истории, чтобы местный даймё не обеспокоился разгулом преступности. Пока тебе не нужно появляться на улице. Можно тебя попросить? Да. Продай это. Девушка протянула ему драгоценный камень. В городе есть мастера-ювелиры. Они купят. Я могла бы сама, но если лучше остаться дома... У Гейш из-за меня проблемы. Раз я здесь, то хотела бы хоть как-то компенсировать, поддержать. Ронин отметил. Тебе будет сложнее жить, лисица Мэй, чем им. Я одна, а их Акия. Они сделали для меня всё, что смогли. Чем меньше госпожа Кенуё обо мне знает, тем лучше. Отдай половину. Конечно. Передам ей так, чтобы она не узнала от кого. Схожу утром. Благодарю. После оживлённого разговора повисла странная теперь тишина. Каждый думал о своём, но оба об одном. Как это? Каждый думал о своём, но оба об одном. О том, что было и будет. О том, чему не суждено уже случиться. Как легко научиться ненавидеть. Достаточно узнать, что такое боль. Что управляет сейчас мной? Страх? Злость? Теперь всегда будут секреты, тайны и боязнь разоблачения. Прошлое не переписать набило. Кровь и грязь можно стереть с рукава. Из памяти нет. Как хочется кричать. Но всегда будет громче тишина. Я иду по паутине или... Сердце щемило ставшая привычной тоска. Вскоре Ронин поднялся. Вышел во двор проверить Кирин за неимением конюшни, занимавшую тесный сарай. Потом принялся носить воду в комнату, отведённую для купания и стирки. Через время послышался плеск. Потянуло сыростью и запахом мыла. Мэй невольно прислушивалась к звукам. В голове совершенно не к месту промелькнуло. Что же? Он, наверное, сейчас обнажённый. Так, мне кажется, Алиса слишком хорошо прокачала отношения с Масамуной. Мэй, о чём ты думаешь? Смутившись собственных мыслей, она сердито себя отдёрнула. Нашла о чём думать. Как можно сейчас? О ерунде всякой. И следом противореча себе. А он думает о таком? Наверняка нет. Он серьёзный воин, занятый серьёзными вещами. Готовый умереть в любой момент. Внутренний голос, как всегда, не кстати добавил. Тем более должен ценить каждое мгновение жизни. Она взялась за голову, запрещая себе дальнейшие размышления на эту тему. Неизвестно, как долго Китсунебу так ещё просидела, но кто-то тронул её плечо. Девушка вздрогнула. Мэй, с тобой всё в порядке? С мокрых волос Ронина падали редкие капельки воды. Ты... Ты держалась за голову. А, нет, всё хорошо. Это так, всего лишь задумалась. Там ещё тепло. И вода горячая есть. Чудесно. Тогда я пойду. Постой. Он полез в сумку. Чтобы не вызывать подозрений, купил сегодня у торговца на рынке. Вот, возьми, если нравится. Но если он купил, как можно не взять, даже если не нравится, честное слово. Но мне нравится. Канзаси или Канзаси. Прикольная штука. Так и где она у меня, как её надеть? Благодарю. Она широко улыбнулась. Мне нравится. Несколько изменившимся голосом Араи предложила. Я в большом котле грел воду. Он тяжёлый. Могу вылить в лохань. Бочки нет. Ой, ой, я не могу. Давайте посмотрим, что будет дальше. Так будет значительно удобнее, да. Мне в лохань. Я не знаю, что это. В помещении царил полумрак. Дневной свет сюда почти не попадал. На огне ещё грелся чайник. Когда Масамуны, поднимая котёл, выливал в лохань воду, Мэй старалась не смотреть на его напряжённые руки. Заставляла себя не думать о том, что мужчина готовит для неё баню. Стало душно. Ронин отбросил упавшие на лицо волосы, скручивая их в жгут. Готова. Когда начнёт остывать, не экономь. Далее горячий. Заботливый какой. Оставшись одна, девушка разделась. Осторожно опустилась в воду. Расслабленно вздохнула. Ух, не афура, конечно, но тоже ничего. Показалось или нет? Он был смущён? Сильный воин, решительный. А девушек дичится. Ммм... Совсем недавно он касался этого мыла. Возможно, как я сидел в этой лохане. Что за причудо судьбы? Заставлять меня делить быт с малознакомыми мужчинами. Она смешно фыркнула, стёрла попавшее в нос мыло. Не понимаю, как можно хотеть умереть. Надеюсь, он не скоро найдёт своего врага. Долг, честь. Пусть поживёт подольше. После купания Мэй прикинула, какую прическу можно сделать, используя подарок. О, отлично! Ой. Украшение от Масаманы. А, это та, которая у меня была, прическа. Но она смотрится очень странно. Хоть прическа нормальная будет теперь. Потом поела и отправилась отдыхать. Сон принёс беспокойные образы. Мэй видела своего приёмного отца. Он стоял посреди поля, тщетно ловя руками, укрывающий всё туман. До самого утра снились какие-то тёмные, кривые улицы, мелькали зловещие тени. Затем возникла лиса под старой Ивой, смотрящая на девушку проницательными жёлтыми глазами. Ой, лисёночек. Ой, класс! Ой, как они это сделали, как... Как я ожила, реально. Мэй вскрикнула. Оказалось, нет. Она просто проснулась, судорожно глотая воздух. Китсуне вытерла лоб. Вскоре поднялся Иронин. Поеду в город. Продам камень и передам деньги гейшам. Оставшись одна, она задумалась, как скоротать время. Так, нужно развивать магию. От неё зависит моя жизнь. Мэй огляделась. Сотворю иллюзию. Она усмотрелась в тень в дальнем углу комнаты. Представила, как в доме жили когда-то люди. Создавали уют. Как этот уют дополняла им кошка. Ммм. Выгибала спинку, когда её гладили дети. Класс! Ловила мышей. Морок пушистого зверька поднял голову. Его уши дрогнули, словно оловя слышный ему одному звук. Пропал. Призрачный образ побежал к выходу. Закрытая дверь вряд ли стала бы преградой для бесплодной иллюзии. Нет. Испугавшись, что люди на улице увидят волшебную кошку, Китсуне устремилась следом, пытаясь её остановить. Пропади! Исчезни! И кошка послушалась. Ой, да, конечно. Фух. Тот оба удивился Масаму, навернувшись и застав у дома стражу. Надо поаккуратнее. Она опять увлеклась магией. Когда приехал Араи, вокруг всё было тихо и спокойно. Протягивая увесистый мешочек, в котором глухо звякнули монеты, Ронин произнёс. У меня плохая новость. Я передал деньги в Акия, но там траур. Что? Майко по имени Наоки мертва. Мэй медленно опустилась на ценовку. Как? Захлебнулась Вафура. Китсуне, будто отрицая, мотнула головой. Как именно это произошло, объяснить не могут. Наоки. Вы дружили? Нет. Её наставница, госпожа Чико, очень строга. У Наоки совсем не было времени на общение с другими Майко. К тому же я старше. Уснула, вероятно. Наоки одна в общей бане? Так не принято. Дрова неэкономно расходовать на протопку. С ней должен был кто-то быть. Её нашли вчера утром. То есть она пробыла там всю ночь? До того, как мы встретились с Рейки. Девушка вскинула глаза на Араи. К чему ты клонишь? Похороны завтра. Я проверю, все ли покинут Акия. Рейки в Акия? Не может быть. Подряд несколько несчастей. Кину Йоу пригласит проводить обряд кого-то с именем, знающего. Монахи могут распознать Йоу Кая. Это риски. Если Рейки там, он найдет причину не идти на похороны. Не верю в подобные совпадения. Такого года тебя караулил у Акия. К обитательницам школы присмотрелся. Необходимо не упустить шанс убедиться. Тем более, если больше никого из Гейш и Майко в этот момент там не будет. Не может быть, чтобы одна из них оказалась. Она не договорила. Я проверю. Приготовлю тебе письмо. Если не вернусь, возьми лошадь. Ворота проезжай ранним утром. Тогда больше всего народа едет. Стража остановит. Не бойся, дай денег. Я оставлю в отдельном кошельке. Не получится. Пускай Кирин вголоп. Она прорвется, уйдет. Крепче держись только. Отправляйся в монастырь. Там попросишь о встрече с настоятелем. Письмо отдашь ему. Если догадка Масаму наверна, что будет с Акия? Все из-за меня. Матушка Кину ее, прости. Следующим утром Араи вышел заранее, чтобы со стороны посмотреть на отправляющуюся из школы процессию. Ронин отошел совсем недалеко, когда его догнала Мэй. Я проведу тебя. Что? Проведу тебя в школу. Обычно госпожа Кину ее не закрывает двери. Ее узнает весь город. Ни один вор никогда не забирался в ее Акия. Замков нет, но есть хитрость. Так просто не отпереть. Я знаю, как открыть задний вход. Так-с-с. Иначе Рейки тебя услышит и сбежит. Сам ты тихо не проберешься. Я помню каждую скрипучую доску на полу. В конце концов, я знаю там все коридоры. Пусть мир рухнет, но пока сама не удостоверюсь в необходимости, не позволю мужчине по дому гейш разгуливать. Взгляд Китсуне был настойчивым, а Рейки вну. Она твердо добавила. Если Рейки там, убей его. Добравшись до места, они наблюдали за процессией вместе. Издалека, однако Мэй рассмотрела всех. Кроме Наоки, которую везли в крытой повозке и ее наставницы госпожи Чику. Дурное предчувствие холодным комом ворочалось в животе. Девушка подошла к школе госпожи Кинуё. Абсолютно бесшумно открыла заднюю дверь, нажав на секретную дощечку, про которую знали все обитательницы дома. Внутри было точно так, как помнила Мэй. Впрочем, ничего странного. Прошло совсем немного времени. А кажется, что целая жизнь. Мэй указала направление. Однако до комнаты госпожи Чику они не дошли. Звук долетел из бани. Звук повторился. Это был плеск воды. Чуть приоткрыв дверь, Араи заглянул в щель. Мэй испытала неловкость. Возникла неприятная ассоциация с подсматриванием. Масамуна сразу отпрянул. Достал из-за пояса серебряное зеркальце. Дал девушке. Она поднесла зеркало к щели, повернула. В отражении мелькнул наш старый знакомый. Рейки, здесь. В следующий миг Ронин распахнул дверь, врываясь внутрь. Госпожа Чику. В бане больше никого не было. Судя по всему, пока гейши хоронили на оке, Рейки, вселившийся в тело ее наставницы, решил провести время с удовольствием. Ты посмотри на него еще. Решил расслабиться. Дымили на редкость гадкие благовония. Рядом с Афура стояла бутылочка саке. Ну вообще по полной. Застегнутый врасплох Йокай попытался дотянуться до тяжелого ковша. Кулак Масамуны сбил его с ног. Пама! Араина валился на него всем весом, зажал рот, скручивая руки, прижал к полу. Веревки. Что? Ронин получил лбом в лицо. Здесь есть веревки, Мэй. Ммм! Пояса сейчас! Рэээ! Вскоре надежно связанный Йокай с кляпом во рту дергался на полу, с ненавистью глядя на Кицунэ и Масамуны. Это все, что он мог сделать сейчас. Заключенный в слабое женское тело, лишенный возможности вырваться из него и не успевший даже попытаться прибегнуть к магии. Не могу поверить. Я знала госпожу Чико с того дня, как меня привезли в город. Что такого она могла сотворить, чтобы Рэйки вселился в нее? Сдерживаясь от крика, Мэй будто чеканила слова. Что случилось с Наоке? Слышишь ты? Заметила изменения в наставнице и убил ее? А Рэй хотел что-то ей сказать, но передумал. Опустился на корточки перед плененным Рэйки. Не закричишь, проживешь еще сколько-то. Он вынул кляп, скрученное полотенце. Отлично, теперь ответь ей. Вряд ли. Мэй смотрела на тело госпожи Чико, слышала ее голос, но выражение глаз было совершенно чуждым, диким, яростным. Что ты сделаешь? Станешь пытать бедную женщину? Она уже мертва. Мы знаем о тебе больше, чем ожидал. Йокай рванулся, будто намереваясь вцепиться зубами в лицо придавившего его коленом Ронина, но путы держали крепко. Ой-ой-ой, так, что ты сделал с Наоке? Я? Ничего. Это она, госпожа Чико. Гейш перестали приглашать в чайные дома. У них начались проблемы с деньгами. А Чико так привыкла к хорошей жизни. Она решила, а почему бы не поторговать своим телом, пока оно еще достаточно привлекательно. Воспитанница, девочка, которой Чико заменила маму, какая жалость, подслушала разговор своей наставницы с клиентом. Рейки рассмеялся. Хе-хе-хе-хе-хе, бедняжка Наоки. Старуха Кинуё не нашла для нее время, не захотела выслушать сразу. Улыбка на лице женщины все больше напоминала звериный оскал. Чико утопила ее прямо здесь. Вошла, когда девочка принимала афура, Надавила руками и смотрела как-то дергается, булькает Как захлебывается ее любимая воспитанница И думала о деньгах Видишь, до чего ты довела отчаявшуюся женщину Я тут ни при чем, Мэй Столько трупов в окея Самику на оке Скоро к ним присоединится Чика И все из-за тебя Не слушай его Сможешь с этим жить, лисичка А может тебе плевать? Людям ты всегда будешь чужой Для таких как ты только вилы, копья и огонь Ведьма, китсуне, страшный йокай Как я Холодная констатация Мы разные Что ты знаешь о моей матери? Наверное, она сдохла Что тебе известно? Ничего Не знаю, кто твоя мать У тебя есть имя? Конечно Только тебе я его не скажу Хвостов маловато, мое имя знать Ты убил мою наставницу Саумико? Да Йокай плодоядно улыбнулся Гримаса получилась жуткой Красивая была женщина Вкусная Ой, как ты побледнела Я имел ввиду аппетитная Красивая Красивая, аппетитная женщина Ей бы еще жить и жить Несчастливая судьба свела ее с тобой Хватит, поболтали Больше не отвечу Можете делать с этим телом что угодно Оно не мое Но кричать и звать на помощь буду Как вы все объясните, когда набежит толпа? На этот раз улыбка была самодовольной Думали умнее меня Я потом найду тебя, лисичка И мы поиграем с тобой во что-нибудь болезненное Ронин достал из-за пазухи небольшой холщовый мешочек Распустил завязки Соя и падуб Станешь кричать Я тебе это в рот затолкаю Рейки больше не веселился Всегда было любопытно Что вы чувствуете, когда такой порошок попадает вам на кожу? Судя по тому, как корчились они Что-то очень, очень болезненное Расскажешь? Кто ты? Забыл Масамуне Араи Почему ты искал меня? Почему охотитесь на Китсуне? Отпустите меня И я освобожу Чико Иначе она умрет вместе со мной Мэй Ты же не хочешь иметь на своей совести ее? Девушка взглянула на Араи Ой, капец Я ему не верю Чико мертва с того момента, как предала Наоки И он вселился в нее Мэй Да? Пожалуйста Проверь, все ли тихо на улице Он тряхнул мешочком А я пока уговорю нашего незнакомца ответить на твой вопрос Китсуне помедлила Я хочу смотреть Нет, не нужно этого видеть Мэй прошла по коридору В комнате, где жила много лет Выглянула в окно, осматривая двор Все тихо Кончиками пальцев провела по стене У которой спала Громкий голос Масамуны позвал довольно скоро Не опасаясь увидеть следы допроса Она посмотрела на Рейки Укрывшийся в человеческом теле Юкаи выглядел так же Ни ран, ни и даже синяков Только глаза были уставшими и немного закатившимися Повтори для нее Голова Рейки дернулась Он будто не замечал ничего вокруг Повтори Врата Что? У Китсуне есть печать Врата запечатаны, а у Китсуне есть Привратник велел найти печать Кто такой этот привратник? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Рейки пробормотал еще что-то и замолчал. «Это все? Больше ничего не говорит?» «Ничего. Продолжать бессмысленно», — Ронин покачал головой. «Он потеряет сознание или умрет?» «Что теперь?» А Раи положил ладонь на рукоять катаны. «Ясно». Девушка отвернулась. «Ой...» Ронин опустил меч и тут же снова замахнулся. Ударил опять, на этот раз маску Рейки, покинувшего человеческое тело и не успевшего даже отшатнуться. Не оборачиваясь, Мэй спросила. «Все?» «Да. Уходи. Вернись в снятый дом. Я уберу все здесь. Твой враг мертв». «Маска Рейки». «Это он? Тот, кого ты искал? Твой путь закончен?» «Нет. Я знаю имя. Здесь другое». Девушка взглянула на иероглифы с обратной стороны расколотой маски. «Врата и привратник. Тебе это о чем-нибудь говорит?» «Нет». «А печать?» «Ой. Ну опять нам дали просто 10 килограммов вопросов. Сидите и разбирайтесь теперь». «Ох, как хорошо, что есть еще одна серия». «Я надеюсь уже как-то Кадзу к нам подключиться. Как говорится, три головы намного лучше». «Правда, будет интересно взаимодействие, посмотреть Ронина и Кадзу. Смогут ли они спокойно общаться?» «Я думаю, смогут. Они же такие хладнокровные парни». «Как всегда, была потрясающая серия Легенды Ивы. Обожаю». «Ну и, конечно, самый приятный момент, это когда Лисенок открыл глаз и посмотрел на нас». «Ну она реально была как живая». Спасибо авторам за такую чудесную историю и за эту чудесную атмосферу. Друзья, плейлист этой истории вы всегда найдете в описании под видео. И спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok